День студента Я Никита Родионов, студент 2-го курса вокального отделения Чебоксарского музыкального училища ими Федора Павловича Павлова. А я приехала из Республики Татарстан. Учусь уже на 2-м курсе 1-го отделения сольного и хорового народного пения. Каждый четверг 16.00 до 17.00 мы будем в прямом эфире вас знакомить с самыми последними новостями нашего музыкального училища. Даже сможем провести онлайн экскурсию по нашему Альматор, а также пригласим вас на мастер-классы, где педагоги училища будут заниматься с вами и поделиться своими профессиональными секретами. А теперь, дорогие наши телезрители, для вас исполнят студенты Чебоксарского музыкального училища ими Федора Павловича Павлова, Кудряшова София и Артем Никольский, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, класс преподавателя, народные артистки Чувашской республики, Поклаковой Галина Николаевна, концертмейстер Чекушкина Ирина Гурьевна. ПЕСНЯ 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 Кудряшова, София Коснулась я цветка, Моёчьи я стране, И лебестки рассыпались, Лежат. Я с ними лечу, Ащи-ми амуромат, И лебестки, Месси-ми слады. Ты не любил меня, Безжалостно все равно Развеял твой обман. Сердечные мечты, Как лепестки цветков, И возьмёт встречный день, Ведь сердце моё, Вернёшь ли счастье снова? Кудряшова, София Спасибо вам большое, вы выступили на 5+. Говоря о нашем учебном заведении, Мы не можем не сказать о нашем отраслевом министерстве И его руководителе. Правительство Чувашии и Министерство культуры Чувашской республики Активно поддерживают профессиональное образование В области академических видов искусств в республике. Об этом нам расскажут сами цифры, Развученные министром культуры Чувашской республики Константином Яковлевым. Уважаемые друзья, В 2019 году Музыкальное училище имени Фёдора Павлова Отмечает 90-летие. Музыкальное училище – одно из старейших Профессиональных образовательных учреждений Чувашской республики. 1929 года училище готовит специалистов В сфере музыкального искусства. Гордостью Чувашского народа являются выпускники училища. Среди них народные артисты России, Композиторы Филипп Лукин, Григорий Хильбю, Заслуженные деятели искусств России Герман Лебедев, Фёдор Васильев и другие. Сегодня правительствам Чувашской республики Уделяется большое внимание отрису культуры, В том числе образовательным организациям. Выделяются финансовые средства на проведение Ремонта учреждений и приобретение костюмов, аппаратур. В свою очередь, И студенты Чебоксарского музыкального училища Имени Фёдора Павлова Оправдывают оказанное доверие. Они становятся участниками И победителем региональных Всероссийских международных конкурсов И фестивалей. Становятся федеральными И региональными Грантодержателями В области искусства. В преддверии большого юбилея Чебоксарского музыкального училища, Его 90-летие со дня основания, Хочется пожелать педагогистскому составу, Сотрудникам, студентам, Дальнейших профессиональных И творческих успехов На благо Чувашской республики. Итак, Чебоксарское музыкальное училище Фёдора Павловича Павлова Это одно из самых старейших Профессиональных Образовательных учреждений Нашей республики. Аж 15 апреля 1929 года По становлению Совнаркома Чувашской АССР На базе Чебоксарской музыкальной школы Был открыт Чебоксарский музыкальный техникум. А в 1939 году Переменово Да, Переменово было в училище. Имя композитора Фёдора Павловича Павлова Училище было присвоено в далёком 1954 году. Кстати, Никит, такой интересный момент. Насколько я знаю, было два основоположника Это Степан Максимов и Фёдор Павлов А почему нашему училищу присвоено имя одного из основоположников? Я отвечу на твой вопрос Об этом нам расскажет музыковед Фольклорист, доктор искусствоведения, педагог Заслуженный деятель Искусств Российской Федерации Чувашской Республики Михаил Григорьевич Кондратьев Первое у нас музыкальное образование Вообще, историю, её надо хорошо знать Что настолько была велика потребность в музыке и в искусстве В 1920 году, как только образовалась автономная область Чувашской Республики Сразу же был поставлен вопрос перед руководством о музыкальной школе И вот была открыта музыкальная школа В октябре 1920 года А через 9 лет, в октябре, уже 1929 года Музыкальная театральная техника И вот нынче это училище Музыкальное училище Это настоящий центр профессиональный У нас с самого начала там хорошие музыканты Профессионалы работали И продолжают работать И москвичи тогда приехали Открыли это в 1929 году Степан Максимович Максимов Наш знаменитый композитор и музыковед И Фёдор Павлович Павлов участвовал Павлов ещё музыкальную школу открывал Училище, таким образом, за десятилетие своего существования С 1929 года это, считайте, уже 90 лет Через год мы отметим Можно сказать, было всегда поставщиком Самых лучших специалистов По всем направлениям Сегодняшнее музыкальное училище Слава Богу Уже столько Почти скоро век Скоро век Ну 90 лет Скоро отметим Продолжает быть базой Потому что Наибысшую квалификацию Получить в консерватории Без базы училища Редко кому даётся Это исключительно редкие случаи А вот Если человек окончил музыкальное училище А ещё перед этим Музыкальную школу У нас система ведь такая Советская ещё Вот То Это крепкий Будущий Профессионал Человек, который Кончает музыкальное училище Обычно уже Нацелен быть профессионалом Действительно У истоков становления Училища, Никит Стояли приглашённые Республику талантливые Музыканты Выпускники Московской И Ленинградской Консерваторий Гордостью нашего училища Являются Известные Гордостью нашего училища Являются выпускники Известные Не только в Чувашской Республике Но и далеко за её пределами Среди них Известные артисты Российской Федерации Композиторы Филипп Лукин Григорий Хербю Заслуженные деятели Искусств Российской Федерации Герман Лебедев Аниси Масламас Фёдор Васильев Виктор Хадяшев И многие-многие другие Лауреаты международных конкурсов Народные артисты Российской Федерации Виктор Галкин Анатолий Любимов Заслуженные деятели Искусств Российской Федерации И дирижер Валерий Важоров Вокалисты Заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Чумакова Народная артистка Чувашской Республики Мария Еланова Музыковеды Заслуженные работники Культуры Российской Федерации И заслуженные деятели Искусств Чувашской Республики Юрий Илюхин Инна, у нас достаточно много Попустников, которые известны И на всю Россию И даже за рубежом Правда ведь? Да Инна, но мы ничего не сказали О популярных певцах Закончивших Наше Чебоксарское Музыкальное училище Да, и кстати Тех, которых Мы недавно Вообще Можем увидеть На нашей эстраде Музыкальный ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За пределом нашей страны Да, и например в городе Казани, Уфы, Екатеринбург, Воронеже, Чебоксары, Саратова, Нижнего Новгорода, Москвы Например, Надежда Гальперина и Майя Недель работают в США, в Дании Светлана Павлова, в Чехии преподает в консерватории Алексей Асламас, а в Рибалтике работает Эльвира Ямилова Для нашего училища это почетно, что наши студенты работают не только в нашей стране, но и за рубежом А на отделение вокального искусства обучают искусство сольного пения, на отделение народных инструментов, как уже говорит свое предназначение, народными инструментами, то есть игре на домбре, балалайке, гуслях и других различных на народных инструментах Инна, а ты знаешь, что гусли бывают русские и чувашские? Да, я знаю, но чем отличается, нам расскажет профессор Михаил Григорьевич Кондратьев Очень серьезный вопрос, потому что нас так путают иногда, когда я говорю, что у нас проблема Пожалуйста, сколько угодно, можно учиться в Москве, где угодно Дело в том, что русский инструмент, это так называемый крыловидный, не симметричный инструмент, а как крыло, вот так расширяющееся И струны веером идут И играют на вот этих, это такого, может быть, финского происхождения инструмент Кантуле, значит, играют, как это самое у Кушкина, брецайте, струны золотые, брецание Одной рукой, значит, можно мелодию, еще чего-то, а другая рука вот так играет Вот это техника и устройство инструмента одно А чувашские гусли, гусли бульские, симбирские, по-разному их называют Вот чуваши кислея говорят У удмуртов крещ похожий инструмент, у марийцев, значит, тоже кислея они говорят, почти одно и то же Даже татары, крещеные татары, играют, герцляя у них, ну, свое произношение Это другой инструмент, он шлем, например, шлемовидный То есть, вот такая форма Они большие, значит, большее количество струн И параллельно расположены, и на них играют, не бряцают, а двумя руками Левая, как на рояле, левая, можно бассейн, значит, вот эти длинные струны Правая мелодия Вот, и это такой более совершенный инструмент Более дорогой, более сложный по конструкции И потому он, собственно, более хрупкий в своей истории У нас почти погибли чувашские гусли Вот только в одной школе имени Ходяшевых какое-то время развивалось исполнительство Но сейчас нет стабильного педагога Инструменты старые Перспектива очень неясная Я бы хотел это все время напоминать Товарищи, не надо смотреть, что инструменты крыловидные Гусли, русские Их фабричные, значит, фабрики изготавливают Можно учиться хоть в Москве, хоть где И играть, но это другой инструмент Другого звучания Другая история совершенно Это наша, так сказать, серьезная проблема Очень интересно Теоретическое отделение в Чебоксарском музыкальном училище Учиться на этом отделении очень престижно и перспективно Знания, которые мы получаем на этом отделении Позволяют нам реализовать свои способности В самых различных областях музыкального искусства Это научно-эпидагогическая деятельность Звукорежиссура Тепозитическое творчество Да, журналистика Театроведение И многое другое Многие выпускники Теоретики Чебоксарского музыкального училища Продолжают свою дальнейшую учебу В различных консерваториях В Санкт-Петербургской государственной консерватории Казанской государственной консерватории Имени Назиба Жиганова Нижегородской государственной консерватории И другие ведущие музыкальные вузы нашей страны Кстати, да, стоит отметить, что ежегодно Более 70% наших поступающих В высшие учебные музыкальные учреждения Поступают в Ведущие вузы Наши необъятные страны На дирижерско-хоровом отделении Готовят хоровых дирижеров В музыкальном училище Это направление было открыто в 1929 году И целая плеяда выпускников отделения Стала гордостью отечественной музыкальной культуры Среди них члены Союза композиторов СССР России и Чувашии Филипп Лукин Народный артист Российской Федерации Лауреат Государственной премии СССР Лауреат Государственной премии ЧАССР Народный артист Российской Федерации Григорий Хирбю Заслуженные деятели искусств Российской Федерации Федор Васильев И заслуженные деятели искусств Алексей Асламас Орлов Шузин Герман Лебедев И многие-многие другие Отделение музыкального искусства эстрады В Чебоксарском музыкальном училище Это единственное учебное отделение В среднем звене музыкального образования Среди национальных республик Поволжья В области эстрадно-джазовой музыки Отделение готовят как вокалистов Так и музыкантам-инструменталистов Выпускники отделения работают преподавателями В детских музыкальных школах В городах и селах республики В школах искусств Да А некоторые в профессиональных ансамблях даже поют И играют на различных инструментах Ну а кто-то просто, если позволяет им их харизма Выступают не только у нас в Чувашии В Чувашской эстраде, но и покоряют, так сказать, горы И выступают уже на российской эстраде тоже Да Идея создания отделения сольного и хорового народного пения Кстати, откуда же я? В Чуваксарском музыкальном училище имени Федорова Павла Принадлежала руководителя фольклорного ансамбля УЯВ Заслуженному работнику культуры России Чувашии Зинаиде Алексеевне Козловой Спасибо ей большое за это Осуществили идеи Выпускники Российской академии музыки Имени Гнесиных Илья Аркадьевич Сокмаров И Ирина Федоровна Яковлева Главной задачей отделения Ставилась подготовка профессиональных руководителей Самодеятельных фольклорных ансамблей И народных хоров для сохранения Возрождения нашей Чувашской культуры Культуры, традиций, обычаи Да, пропаганды, традиций и обычаи Потому что до этой идеи Фольклором в нашей Чувашской республике Никто не занимался И наше отделение, оно еще Ему еще только 30 лет Совсем молодое отделение Совсем молодое, да И у вас, я смотрю, уже очень много Студентов и с радостью поступают В ваше отделение Да, и с каждым годом Все больше и больше Да, больше и больше И не пропадает, то есть А сохраняется Да, Инна, я тебя немножко перебью А почему именно Чебоксарское музыкальное училище? И не жалеет ли о своем выборе? Спросили мы у наших студентов Рубрика Почему наши студенты Именно выбрали наше музыкальное училище? Здесь отличные ребята Отличные преподаватели Много времени для того, чтобы заняться То, что тебя влечет, то, что интересует, то, что нравится Определиться с намерениями Тут есть такие возможности Сюда поступила А здесь Мне понравилось все И преподаватели, и как нам дают знания Ну все Изначально я хотела поступить на фортепианное отделение Но в итоге поняла, что вокал мне ближе Мне нравится само чувство выступать на сцене Как люди реагируют на мои выступления И я вижу ту отзывчивость от публики То, что им приятно находиться во время выступления И по большей части на мой выбор повлияли именно люди Которые слушали меня на выступление Это незабываемое чувство, когда ты выходишь И понимаешь, что не зря Потому что люди тянутся к тебе Они отвечают тебе взаимностью После выступления ко мне часто подходили дети Взрослые, пожилые люди И говорили, пожалуйста, не бросай вокал У тебя очень хорошо получается И я поняла, что я сделала правильный выбор Что выбрала вокальное отделение И сейчас я научилась в музыкальном училище имени Павлова Потому что здесь прекрасные педагоги Они доходчиво объясняют материал И мне приятно с ними работать И я собираюсь дальше продолжить свою профессиональную деятельность Здравствуйте, Светлана Владимировна Мы очень рады видеть вас здесь с нами И спасибо большое, что вы пришли к нам И будете делиться вашими секретами Как вы прошли через терник звездам Такой Сложный путь Сложный путь, да Спасибо за приглашение Добрый вечер, уважаемые телезрители Поделюсь всеми знаниями, которые имеем Светлана Владимировна Расскажите, пожалуйста Чем живет наше училище Какие у него планы Мы знаем, что вы руководите училищем 2016 года Что удалось сделать за этот период А может не удалось воплотить в жизнь И чем привлекательно учебное заведение Для будущих студентов Нынешних школьников Какие педагоги работают со студентами Очень хороший, объемный вопрос Причем здесь можно посвятить вообще целую передачу О том, рассказывать по разным нашим направлениям Самое главное, когда заступила я на должность директора Это был январь 2016 года В первую очередь оценила И было на собрании трудового коллектива Я сказала, ну дорогие мои Начнем в первую очередь с вами В безопасности То есть это настолько стало актуально И особенно в сфере последних дней То, что в стране нашей И в Керчи, то, что у нас случилось То есть была дана оценка Антитеррористическая безопасность Пожарная безопасность Охрана труда То есть полностью мы изучили Весь наш комплекс Жизнеобеспечения Нашего корпуса учебного Нашего студенческого общежития Была дана оценка Были запрашены свердства Министерство нас услышало И вот мы уже благодаря Вот этой нашей комплексной программе Три года уже идем активно И модернизируем свою образовательную среду Это касается непосредственно того Чтобы было светло, тепло, безопасно Комфортно Это одно направление То, чего мы делали Мы пересмотрели оргштат Мы посмотрели Определенные должностные инструкции Переделали там определенные Связанные с охраной труда С охраной труда Еще раз говорю Антитеррористической Вот этой направленности Это все это была Большая работа сделана Разработан пакет документов И внедрен То есть сейчас мы уже Ну вы сами видите, да У нас Какие изменения у нас происходят в училище Батареи поменены Везде В прошлом году было у нас общежитие В этом году у нас учебный корпус Тепловой узел Ну вы это не знаете Это то, что подает это тепло Через что качает И там и там у нас тоже проведены Масштабные уже реконструкции Общежитие вообще не узнать, да? Да, но мне кажется Эти реконструкции нужны были Потому что уже достаточно долгое время И не делалось ремонта вообще Как я знаю Насколько уже мне Вот тоже досталось уже такое наследство Да, мы посмотрели Начали прежде всего, конечно, с крыши Крыша Да Причем, насколько слышала И делали, и делали И все равно текло, и текло Но здесь уже поставили жирную точку В общем, очень капитально Все там запаяли все наши дыры Облицовали, чтобы все было тепло Теперь даже капля не попадет Да, вообще Там очень даже Очень сама экспексировала Сама, как Карлсон На все лето на этой крыше практически жила И что мы сделали? Мы сделали Окна поменяли Фасад мы изменили Крыльцу мы переделали Сейчас мы заканчиваем капитальный ремонт первого этажа То есть административно-хозяйственного блока То есть там у нас жильцов нет Но там то, без чего не может существовать общежитие То есть это наши душевые Это наш медицинский блок Это наши постирочные Это наши гостевые комнаты Это вахта Это холл наш Это кабинеты административные какие-то у нас Информации различные Все то, что необходимо для комфорта Мало того, что это должно быть необходимо Оно еще должно быть и эстетичное То, что мы сейчас продумали Какой там дизайн Ну, я думаю, что Понравится Мы поучаствуем даже в каком-нибудь эстетическом конкурсе Среди... Потому что мы все-таки искусство, да? Да, мы должны То есть студенты наши должны Жить в самом лучшем И получать самый лучший продукт Поэтому вот в этом направлении Мы с вами и работаем Ну, это я говорила по поводу хозяйственного блока Я немножечко просто скажу еще По образовательной деятельности Конечно, да, она была оценка И в первую очередь Высокая оценка Профессиональному статусу Нашего педагогического коллектива Надо отдать должное Коллектив замечательный Согласна Мало того, что высокопрофессионально Это все ваши педагоги С которыми вы работаете Но я просто поделюсь цифрами Из наших среднесписочного Где-то 105-106 человек У нас, да? Где-то вот так у нас Выходит ежегодно Немножечко цифры колеблется, да? У нас порядка 70 человек Имеют высшую и первую категорию И столько же у нас имеют звания И другие То есть творческие звания Определенный процент у нас есть Кандидаты наук То есть люди, которые Высококвалифицированы Которые являются Мастера Лидерами Лидерами Профессионального образования Они Мало того, что они лидеры Они еще носители Определенных традиций Российской культуры Они уже непосредственно Мало того, что вас обучают Они сейчас еще и обучают Нашу всю Республику На курсах повышения квалификации Которую мы открыли И В нашей школе искусств Которую мы открыли Вот буквально в два года Мы уже Обучаем И в нашей школе Сейчас уже Порядка 30 детей Наши малыши Которые вот потом Пойдут по стопам Уже Уже за вами Уже все за вами пойдут Станут А теперь немножко О вашей О вашей биографии Творческой жизни Да Светлана Владимировна Насколько мы знаем Вы из семьи военнослужащих Как получилось Что вы оказались Сначала в музыкальной школе Потом в консерватории Дальше руководителем Школы искусств А сейчас руководителем Училище Ну вы знаете Тоже как-то я рассуждала Наверное все-таки Руководитель Это не призвание Это скорее всего Наверное уже передается Где-то может быть На каком-то генном уровне Ну как у нас получается Я росла Родилась в СССР Я родилась Причем в такой Очень хорошем Махровом социализме Я была пионеркой Я была комсомолкой Я причем была комсоргом То есть все вот эти ячейки Нашей социальной активности Молодежи Которые вовлекались У вас к сожалению Вот такого еще Уже нет Мы-то через это все прошли Нас очень хорошо организовывали Нам ставили активно цели Мы писали какие-то планы Мы ставили эти цели Мы достигали эти цели Но получилось, что я вот Так как еще и в семье военнослужащих Мало того, что я прям практически Как дочь декабриста Я жила в Забайкале Это 80 километров от Читы Это Чита 46 Это стратегическая точка Причем чистоколом Без всяких там обиняков Все там медведи-не медведи Но сопки там и вагульники там росли Что было хорошо? Хорошо была, во-первых, школа С высококвалифицированными специалистами Потому что в основном у военных Были жены или преподаватели Или музыканты Вот почему-то или медики И поэтому у нас получается так Что у нас были практические Кандидаты наук Преподавали в обычной школе И была музыкальная школа А уж как раз преподаватели у нас там были Все с консерваторским образованием Очень хорошо И мы получили Я была пианистка Я закончила как пианистка Мало того, что у меня еще нашли Какие-то задатки певицы Причем я это очень меня это оскорбляла На тот момент времени мне говорили Как же поменять? Я буду или пианисткой, или теоретикой Я не буду, какая я там певица Меня даже отправляли поступать Я приехала благополучно Что-то там провалила И сказала певица Мне сказали, девушка, не хотите ли вы петь? Я говорю, нет, петь я не буду Лучше пойду в девятый класс Нет, девятый Это даже у нас еще десятилетка была Пойду в девятый класс Ну, в общем, получилось так, что школу мы закончили И папа моего переводит в Вишкаралу И я в 17 лет Получается Первый раз мы получаем Такую оседлую какое-то место Где пустили корни уже конкретно Я вышла замуж Я родила своих детей Ну и вот получается, что параллельно Когда я поступила Первое мое образование педагогическое Историко-английский факультет Нашего Марийского педагогического университета Я еще поступила в музыкальное училище Я просто об этом не говорила Но и так получилось Что я экстерном училище сдала за два года Вот та база, которая была в музыкальной школе Она мне позволила Все, и мой вокальный опыт Я как вокалистка закончила Причем Мой вокальный опыт Мое теоретическое Увлечение моими Теоретическими знаниями Познаниями Позволило получить То есть на выходе В 92-м году Я получаю диплом О высшем образовании И диплом музыкального училища Благополучно выхожу замуж А по специальности музыкального училища? Вокалистка Я вокалистка Я выхожу замуж И пять лет Меня никто не знает Мало того, что я ухожу с одной фамилией Выхожу уже в 97-м году Уже с другой фамилией Все спрашивают Кто такая? Я вроде говорю Да я та же самая вроде Кто такая? Такую никого не знаю Получается, что Мы говорим о том, что Суровые времена у нас наступают Как раз вот эти 90-е годы Это голод, честно говорю Недоедание Недофинансирование Зарплаты Если кто взрослый Все понимает Вы, наверное, сейчас Совершенно маленькие были То есть были определенные сложности Но мы были молоды Мы были настолько молоды Мы не обращали Мы не обращали Вот на все эти трудности Внимание не обращали Шли вперед Ну как-то получается Получили образование И дефолт 98-й год У нас Вышли из предложений В правительство Самое интересное Выходим весной Открыть школу Мы хотим открыть школу Кстати, да А во сколько лет Вы вышли замуж? Я вышла В 22 В 22 Вот я закончила Как раз университет Наш Педуниверситет И вышла замуж Получается так Что в это время Когда открываем школу Школу принято решение Открывать весной А в сентябре В августе У нас был как раз Этот дефолт Дефолт То есть это то состояние Какого-то коллапса Когда люди не знали Что будет То ли детей кормить То ли школу открывать То есть мы когда приходим И говорим Тем более без денег Абсолютно Мы хотим У нас есть помещение Дайте нам возможность Ну берите возможность Мы посмотрим Что с вами будет Получится Ну и получилось Да Вот крутили Некоторые у виска Говорили о том Ну вот что Совсем уже с ума сошли Тут Извините Страна рушится Голод скоро будет Какая школа Какая школа Единственное Вот Уверенность Была Уверенность И наверное Мое какое-то еще Общее образование Все-таки История по образованию Я как-то так Может быть Молодость это играла Еще Я вот сейчас Оглядываюсь Я наверное бы не взялась За то Что прошла Через тот путь Который прошла я Но тогда было Наверное отчаяние Желание работать Вот когда есть желание Работать И есть цель Все Преодолеешь Все помогает Господь помогает Я говорила Да На изломках Старой цивилизации Строятся новые Поэтому школе Слава Богу Спасибо Поддержали И помогли В 98 году Мы открыли школу Школа До сих пор существует Ну и получается Так что После этого Я как бы стала Бесменным директором Вот Мы еще знаем Что когда вы были Директором этой школы Вы еще и поступили В консерваторию Казанскую консерваторию И вот как вам удалось Получилось так Что раз уж Вокальное образование Я Как в училище Это получается Закончила Вышла Еще выше Вышла директором Уже я стала Как стала Молодой директор Который еще ничего не знает Ничего не понимает Который Хожу везде Как с протянутой рукой Обучите меня Что такое директор И как это Что такая первая статья В зарплате Что такая вторая статья Ничего не знаю Что такое учебный план То есть как-то вот Буквально С такими вот Огромными глазами Спасибо Люди Всегда Как мне всегда говорили Что ты стучи во все двери Все равно Даже какие-то не открываются Но какая-то дверь Тебе откроется И тебе помог Этому учила потом Своих студентов Когда будучи уже доцентом Кафедры Культуры и искусств Показывала Что нужно Идти вперед Нужно Браться За определенные цели Задачи В любом случае Господь дает Ту ношу Которую тебе по силам Видимо эта ноша Действительно была Мне по силам И поэтому Когда я поняла Что Мне спрашивают Ну что Ты закончила консерваторию Ты наверное уже поешь На певице Я говорю Да Я тут вот Как-то застряла Я говорю На уровне декрета Двое детей Пела колыбельные Ну и Вот Как-то меня так Подтолкнули Сказали Ну-ка давай Дорогая моя Идите Прямая дорога Вам Рубин Кобирович Я говорю Ну я же не могу Учиться как студентка У вашей заучного Это нет отделения Я говорю Можно так Я буду два раза в неделю К вам приезжать То есть Утром Ехать Эти шкаралы Вечером возвращаться Тогда еще не было Ни сотовых телефонов Не было Ни маршрута Когда Ходили Вот эти у нас Ну вот Поезда Вот такие Маленькие поезда Ну он говорит Ну давай попробуем У тебя какая разница У тебя второе высшее образование Ты все равно платница у нас Будешь платить Будешь сдавать Я говорю Я имею право Надо срочное обучение Я там разработала Как сейчас уже Современном Я это внедряю Сейчас в нашем училище Индивидуальный учебный план Для того чтобы Возможности у всех разные Но чтобы человек Мог реализовать себя Да он может вот так-то Там-то вот сделать Да он может учиться Где-то еще Но у него есть талант И мы ему даем возможности Вот так же На меня И на мою просьбу На мой призыв Вышла Как раз Разрешила Казанская консерватория Мне так заниматься Ну получилось так Что за три года Я сдала всю теоретическую часть А пять лет Я честно Ездила два раза в неделю На вокал Как лучше ездить Я уже говорить Это отдельный вообще разговор Я помню Что я отпела Уже пять Госпрограмму И Свой диплом Я получила Только через пять лет Мне выслали копию Потому что Я до вас уже Больше не поеду Я так стала ездить К вам туда-сюда Что я эту дорогу Уже просто Физиологически Уже Выучили Самое главное Я получила Получила этот диплом По факсу Они мне его прислали И сказали Ты у нас молодец Да А вот Не трудно было После декрета Как-то на сцену Вы знаете Очень Было не сколько трудно Сколько очень хотелось Мне даже Вот все-таки Когда творческая натура Она Хочет Тебя в это просит Да Когда у тебя маленькие дети Когда они вот так Тебя буквально Вот так утягивают Ну Что тут уж говорить Обычно Дети Певцов Дети педагогов Дети врачей Они у нас Где всегда В лечебных заведениях Везде с родителями Мои дети все за сценой были То есть Даже вот где-то фотографии Я пою И там две мордашки Значит из-за кулисы Это как бы поддержка такая Ну А куда их У меня муж военнослужащий Был Сейчас пенсионер Сейчас Министерство обороны Ему некогда было этим заниматься Конечно Я со своей турбой Везде вот так ходили Они выросли у меня на этой сцене Ну и на сцене И в этой школе То есть Это вся их была среда Они на моем примере Сами себя строили И образование свое получали А сейчас где они учатся? А сейчас они уже получили Обе образования Старшую у меня закончила Музыкальное училище Также параллельно А параллельно училась В нашем Марийском государственном университете На факультете иностранных языков Два европейских языка Плюс ко всему Еще параллельно заочно Она получила Экономическое образование Младшая у меня Юрист Тоже с сознанием Второе образование Второе высшее образование Два языка Она сейчас работает в Питере Вот как-то вот так Так это получилось По стопам мамы своей Ну старшая Замужем за военным У нас вот как-то династия-то есть Она стала свеж короле А вот тут получилось Как я здесь-то оказалась Вы знаете Поступило предложение В 20 лет уже Когда я была уже в школе Уже как бы Как бы я уже для себя решила Что я уже все сделала Уже нужно отдавать Все уже просто работать Уже все Работа настроена Уже 20 лет Есть уже Организованный учебный план Это все везде Причем на этом плане учебном Я защищала диссертацию Я защитила полностью На этой модели Дополнительного образования Это я профессиональный Я профессиональный управленец Я защитила диссертацию И уже конкретно Уже непосредственно Шло у нас Мы шли дальше Дальше уже идет Следующее поколение Которое должно уже Я должна идти на другой уровень Вот неожиданно Ведьма Господь Как-то вот где-то вот Какие-то вот Находят какие-то каналы Да, для меня У нас вот училище А может быть Тем более я уже ездила Здесь и работала Я работала доцентом Я работала у Марисы Николаевича В университете Я преподавала вокал Профессионально Для меня уже Республика не была чужой Я работала на кафедре У Кондратьева Станислава Алексеевича Как бы вот мы С Ивановой Натальей Ивановной Мы сотрудничали Поэтому Знали уже И меня знали И направления мои Знали деятельность И то, что я профессиональный вокалист В это время я уже В университете в Марисском Открываем тоже свою кафедру Вокального, сольного исполнительства Получаем лицензию Аккредитацию И программы мы пишем То есть Активно Бурно Но вот Масштабность Была только здесь И спасибо Комиссии Спасибо министру Спасибо Тем людям Которые меня пригласили Что доверили Посмотреть Да Попробовать Вы же сами представляете Да Это большая ответственность Это и ответственность большая Это причем Абсолютно холодный Так говоря Экономически холодный рынок Меня никто не знает И я никого не знаю И мы Я считаю Что очень достойно Достойно Уважительно Друг к другу Относимся У нас действительно Училище процветает И работа студенческой филармонии Ну мы очень много С вами ведь открыли Смотрите Направление Вот еще Мы знаем Что вы преданы Жанру русского романса И вы являетесь Автором международного Фестиваля конкурса Белая акация Расскажите нам Пожалуйста Немного О конкурсе И как вам удалось Создать такой Замечательный конкурс Ну это всегда От отчаяния Как вот я выхожу У меня говорят Как ты вообще выходишь на сцену Ты когда-нибудь Распеваешься Я говорю Знаете Я никогда не распеваю Я все походу делаю А как так Я говорю Да от отчаяния Потому что некогда Физически времени не хватает Потому что Там школа Тут семья Здесь фестиваль То есть люди приезжают Большие люди приезжают Ведущие преподаватели Приезжают в Московские консерватории У меня только три года Была председателем жюри Галины Писаренко Это легенда просто наша Она оказала мне честь Она привозила своих студентов Она давала шикарные мастер-классы Это только вот Маленькая толика Из того вот Большого периода Сколько этот конкурс был Про международное направление Мы же ведь начинали Вообще с городского конкурса У нас был городской этап Потом были республиканские Потом вышли на всероссийские А потом у нас Начали приезжать У нас пытались Узнали об этом конкурсе Причем не только Ближняя зарубежная У нас была и Дальняя Корея и Китай Чехия, Германия Америка Южная Корея У нас есть Ну и соответственно Наши ближние Это братья наша Украина Это Белоруссия Это Белоруссия Это Казахстан Молчу просто У нас огромная палитра друзей Вот наших ведущих консерваторий Почему они Вот почему Мы же творческие люди Все друг друга знаем Знаем, помним Вообще полностью Конечно Кажется, что По молодости кажется, что Нас не видно И что мы вообще такие маленькие А вот с возрастом Когда мы становимся большими Кажется, господи Какая у нас маленькая страна При всех наших больших размерах Как мы все активны И как мы все видны И видны И все наше творчество видно Потому что Очень большая работа Вот оглядываешься назад Да, большая работа Как получился этот фестиваль Получилось так, что я Будучи поступив в консерваторию Стала ездить активно Ну, мне же надо Показывать свой статус Я стала ездить по конкурсам И мой приоритет был Русский романс То есть я объездила все наши Все, что было в России За рубежом Стала везде лауреат А почему вот русский романс? Почему? А вот как-то получилось так Что вот Больше-то я как в консерватории Как камерная певица вышла Концертно-камерная Не оперная Потому что все-таки Я уже поздно поступала Я прекрасно понимала Что в театре я петь уже не буду То есть я выбрала Административный свой путь А вот камерная Я могла бы уже выступать и петь Поэтому жанр русского романса Поэтому когда я все везде отъездила В итоге Мне предложили создать Этот конкурс В Марийской земле Ну а теперь он у нас здесь уже У нас уже, кстати, второй раз Он уже будет у нас В 2019 или 2020 году Вот мы сейчас там по графику Будем смотреть Да, будем ждать Будем ждать Будем уже ждать новых гостей Новых встреч Новых Больших друзей И уже Чуваши будет уже привлечать Русский романс Действительно Вы Такие большие Шаги сделали В своей жизни Вы столько всего открыли И Пытаетесь Как бы До нас все это донести И рассказать И Как бы сказать Чтобы мы Брали с вас пример Пример, да Да Чтобы мы были в будущем Представляли только Наше учебное заведение Никогда не расстраивались То, что у нас что-то там Не получается Вот это самое главное А вот реально Чтобы вы умели Ставить цели Да, да И прийти Чтобы вы могли Используя весь свой потенциал У вас так Вы вообще такие молодцы Я вообще своих студентов люблю Вы такие трудяшки все Вот в вашем лице Я говорю Вот обо всех моих студентах Потому что то, что вы Вы получаете здесь А потом в дальнейшем Вам просто Вот так вот Просто как вот ручей Перешагнуть И войти в большую жизнь Вы подготовлены Да Вас уже ничего Никто не испугает Никакие проблемы Вам не будут страшны Самое главное Видеть цель Идти к этой цели И чтобы вы потом Были действительно Лучшими Самыми сильными Чтобы вы Именно конкретно были На всех площадках Чувствовали себя комфортно Светлана Владимировна Наша передача Подходит к концу Спасибо вам большое За то, что вы пришли Рассказали Да О вашем О вашем творчестве О нашем училище И напоследок Что вы хотите сказать Нашим телезрителям Телезрителям Я еще раз повторяюсь Что дорогу Осилит идущий Никогда ничего Не бойтесь Не бойтесь Ставить цели Верьте в себя И всегда И Господь Господь Если ваши цели Верны Честны Они всегда Будут достигнуты Так что спасибо вам Дорогие наши телезрители На этом наша программа Подходит к концу В следующей передаче Мы вам подробнее расскажем О фортепианном отделении Чебоксарского музыкального училища С вами сегодня была Инна Хлынова И Никита Родионов До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok